Для тебя я русить и сказы спел, потому что был и правдив и смел... Я, Высоцкий Владимир, спектакль-концерт, который знаком многим поклонникам Владимира Высоцкого по всему миру. Автор и режиссер этой работы Валерий Золотухин совместно с артистами Московского театра на Таганке Валерием Черняевым и Любовью Черковой воссоздали на сцене трогательную и трагичную историю любви двух знаменитых артистов Владимира Высоцкого и Марины Влади. Я хочу, чтобы ты оставила мне надежду и чтобы не принимала это за разрыв. Ты единственная, благодаря кому я снова смогу встать на ноги. А потом мы поговорим и будем жить счастливо. Еще раз. Я люблю тебя и не хочу, чтобы тебе было плохо. Ты В. Высоцкий. В свое время книга Марины Влади «Владимир или прерванный полет» вызвала неоднозначную реакцию поклонников Высоцкого. Валерий Черняев и Любовь Черкова опустили неприглядные факты жизни поэта, оставив на сцене только любовь и стихи, покорившие миллионы сердец. Он писал настолько сердцем и вот как будто считывал информацию с небес. Вот у меня такое ощущение, может быть, это слишком высокопарное, но он практически достучался до каждого сердца, потому что он с любовью к каждому человеку. Вот время идет, и вдруг его стихи, какие-то песни становятся плюс такими понятными, такими современными. В этом спектакле «Страница жизни» поэта и артиста Владимира Высоцкого оживают. Зрители становятся свидетелями безграничного счастья, полета вдохновения и трагического финала. Просто великолепные впечатления. Вы знаете, я влюбилась с этих артистов. Настолько великолепный был вечер, концерт. Я очень рад, что творчество Высоцкого до сих пор актуально, и оно не забывается. Я как бы окунулась в сферу этого театра, который мне не удалось в своей молодости посетить на Таганке в Москве. Для меня это так трогательно, что я побыла еще раз. И просто творчество Высоцкого, конечно, бессмертно, и память о нем тоже бессмертна. Кумир 20 века. Популярность Высоцкого была и остается феноменальной благодаря масштабу личности и одаренности этого человека. Артисты театра на Таганке, пропуская через себя отрывки из жизни Владимира Высоцкого, создают вечный образ поэта, который так щедро дарил свой талант людям. Вероника Воронцова, Российский центр науки и культуры в Праге.